И в продолжение темы качества семян. Карантинный сорняк в семенах базилика был обнаружен в Чувашской республике. Зараженный посадочный материал уничтожили специалисты Росфельхознадзора, которые проводили досмотр. Инспекторы выявляют нарушения и контролируют соблюдение законов по обращениям граждан и во время рейдов по торговым точкам. Не могу отойти, обязательно сюда подойду, обязательно выбираю, чтоб не вялые, не высохшие, чтоб крупные, чтоб были. Если лучшие луковицы гладиолуса можно отобрать на глаз, то с семенами в упаковке этот фокус не пройдет. В этом случае гарантию покупателю может дать свидетельство соответствия. Покупатели имеют право спрашивать у вас, сколько процентов схожих семян. Вы объяснить должны по свидетельству. Если есть свидетельство, значит семена проверены Россельхозцентром. Специалисты-агрономы проводят исследования по обращениям как покупателей, так и самих продавцов. В этот раз в поле зрения попали семена белокочанной капусты сорта «Валентина». Три дня назад по сто штук их поместили в чашки Петри. И сейчас видны результаты. Семена хорошо проросли, дали хорошие ростки, дали хорошие здоровые корешки. Уже практически все проросли. Вот остались раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 92% энергии простания на сегодняшний день, наверное, будет. По стандартам, всхожесть у таких семян минимум 70%. Такие проверки гарантируют, что посадочный материал активно поведет себя при вегетации. В центре проводят и микробиологические исследования на наличие болезней и вредителей. Такими проверенными семенами не могут похвастаться чаще всего частники на рынках. В Чувашской республике на земельных участках личных подсобных хозяйств выявлен такой карантинный объект, как золотистая картофельная нематода. Для здоровья человека данный карантинный объект опасности не представляет, но поглощает все питательные вещества через когневую систему и остается в почве. Передается с клубнями картофелями. Потери картофеля могут составлять до 90% от всего урожая. Партию зараженных семян базилика обнаружили в конце февраля в Чувашии по заявке индивидуального предпринимателя. Чтобы карантинный организм не распространился, семена сожгли. Выявляют нарушения и контролируют соблюдение законов и во время рейдов по магазинам и торговым точкам. Пока ничего не видно, не шевелится, но отбор проб отберем. Там лабораторные исследования проведут, и там ясно будет что-нибудь там в почве нематода или что-нибудь там карантинное, болезни или вредители. Не так давно изменились правила маркировки. Если раньше на упаковках с семенами указывалась только информация о сроке годности, то сейчас должен быть отпечатан номер партии, год урожая, страна происхождения и дата упаковки. Кроме того, к продаже разрешены только сорта, включенные в Государственный реестр селекционных достижений. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.